Это один маленький шаг для человека, один маленький шаг для человека. Так все же, кто такие инженеры? Кто их создал? Могут ли они существовать в реальности? Давайте попытаемся ответить на эти вопросы вместе. Пишите ваши комментарии, я обязательно вступлю с вами в дискуссию. В этом ролике я лишь буду оперировать теми фактами и подсказками, которые оставил нам режиссер Ридли Скотт и сценаристы вселенной Чужого. Давным-давно, до начала всего и вся, существовала некая раса, никому не ведомых существ. Их существование было удивительным и безмятежным. Сомнением в этом было ноль. На горизонте тучи плыли тихо. В один прекрасный момент в их бытие пробралась страсть к открытиям, прокралась в их нутро и очернила все, что было им доселе так близко, возводя скользкие, холодные, непонятные чужеродному восприятию стены, которые осквернили их чистокровность и подвигли их к темным и плохим деяниям, которые обрекли всю их цивилизацию на неминуемую гибель и потерю своих корней. Все вокруг воспылало ярким пламенем. Когда все вокруг почти окутал мрак, то был замечен небольшой тусклый догорающий огонек, гласивший, чтобы что-то создать, что-то нужно разрушить. Именно так эта цивилизация и пришла к выводу, что сомнения порождают прогресс. Грядут большие перемены. Тогда облачились они в защитную скорлупу и принялись за свое дело. Имя этой расы таила в себе неминуемую опасность для всего сущего. Что с ними столкнется? Чужие. То есть получается, как одна из версий, именно чужие и создали инженеров, чтобы те помогли им со спасением своего вида от погибели. Некогда существовавшая раса чуждых всему существ потеряла то, что гарантировало им продолжение рода и выживания. Облачившись технологией своего мира, они увеличили и продолжительность своего существования и принялись искать выход из своей катастрофической ситуации. Время их не щадило. Поддерживающие жизнь технологии повлекли за собой последствия, и их тела срослись с их костюмами, переродившись в подобие биомеханики. Так и появились на свет первые чужие, и принялись они бороздить вселенную, создавая новые ветки их вида с надеждой избежать того изъяна, который погубил их. Так одними из первых и были созданы космические инженеры, или космические жокеи. Так в чем сакральный смысл здесь ключевого слова – инженеры? Они что-то постоянно чинят и ремонтируют, а именно – своих создателей. Рассеявшись по вселенной, раса инженеров получила высшую цель от неких чужеродных существ – создавать колонии, гибели которых будет рождаться новый цветок цивилизации, новый подвид расы основателей, в перспективе без уязвимого фактора, который обрек ксеноморфов на вымирание. Шло время, и инженеры старательно создавали новые колонии, экспериментировали с черной жижей, которая является тем самым генофонным наследием первых чужих. И тут тот самый изъян, который почти погубил первых, начинает просыпаться и в них. Они облачаются в костюмы, подобные тем, что носят их создатели, и продолжают созидать и ждать, когда созданными ими колонии, включая человечество, созреют для этапа очередной попытки перерождения чужих. Получается, что по версии инженеров, человечество – это всего лишь некий сакральный инструмент или способ, и оно вынуждено погибнуть ради новой жизни. И получается, что в этом и есть вся скрытая суть. Интересная деталь из части под названием «Прометей». Все то, что ощутил спящий, которого разбудил экипаж земного корабля, оказалось достаточно жутким. Он увидел надежду его создателей, которая сама нашла его и привела с собой символ их погибели, андроида по имени Дэвид. И возможно, именно поэтому инженер в спешке попытался добраться до земли, чтобы скинуть ту самую черную жижу, которая, возможно, дала бы свободную жизнь его создателям. Его цель была бы выполнена, однако он не успел. Согласитесь, что эта версия достаточно интересная и правдоподобная. Еще одна деталь, которая может стать аргументом в пользу этой версии – загадочная фреска во все той же картине «Прометей». Возникает закономерный вопрос – зачем инженеры изобразили на стене силуэт того, что будто сами создали? Это не имеет смысла. Но если посмотреть с другой стороны, то действительно возводить на стене образ своих экспериментов – достаточно глупая затея. И вот эта фреска с ксеноморфом на самом деле сравнима с земной иконой. Это их святыня. На фреске изображено то самое существо, которое является предметом поклонения. Не показывает ли этот образ на фреске то самое существо, которое и создало инженеров? Ведь это именно так. Если посмотреть на очертания детали, то видно, что этот ксеноморф и есть первый чужой. Множество деталей тут показывают, что этот чужой подключен к чему-то и облачен во что-то. Это может быть некое жизнеподдерживающее облачение или же криокапсула, в которой оно спит, дожидаясь своего пробуждения. Если посмотреть на первые концепты чужого, то видно, что на них изображены огромные страшные существа, похожие на чужих. Однако они облачены в странные биомеханические приспособления. И пилот, находящийся в разбившемся корабле инженеров, тоже относится к этим концептам. Вместо ног у него вполне может быть и хвост. И этот пилот может быть последним первым чужим. Это всего лишь версия. Возможно, этот пилот проснется в следующем фильме «Чужое пробуждение» и полетит прямиком к земле, используя последний шанс на спасение своего вида. Если воспринимать облачение пилота как часть костюма, то дыра в его груди могла быть просто следствием выхода наружу пилота в его истинном обличии. Если проанализировать с таких позиций всю вселенную чужих, то получается, что раса ксеноморфов является создателями космических жокеев или инженеров. Фреска, которой поклонялись инженеры, это их боги. Ибо зачем вешать какого-то непонятного монстра на стену? Чужие вымирали и создавали колонии, чтобы спасти свою расу. Точнее, создавали сосуды, чей генотип был способен обеспечить полноценную для них жизнь. Инженеры не ушли от изъяна изначально. Свою погибель и зависимость от технологий им обойти не удалось. То же самое было и у чужих. Инженерам дали черную жижу, которая, возможно, являлась, среди прочего, и неким омутом памяти по версии чужих. Их память сквозь поколения сохранялась в этой жиже. И попадая на носителя, она преобразовывала его в тех, кто все это начал. Слабый носитель погибал. Сильный порождал на свет новую ветку их расы. Инженеры помогали искать и создавать. Если носитель подходил для их целей, то космические жокеи летели и заражали его. Возможно, смешивая в итоге с механикой, и получится то, что нужно было изначально, что даст нужный результат. То же самое происходило и без чужеродных богов. Андроид Дэвид хотел показать людям, что они всего лишь инкубатор или инструмент космической эволюции. Черная жижа вместо яиц рождала тех самых монстров. Если носитель оказался слаб, то она его уничтожала и уродовала. Дэвид лишь отражал слабость инженеров, которая в итоге и породила монстров. И он мог знать о том, зачем инженеры все это делают. Ведь он единственный из экипажа Прометея. Практически в совершенстве освоил язык и культуру космических жокеев. Может быть, именно поэтому Андроид Дэвид и начал им помогать. Получается, что чужие являются причиной появления самих инженеров. К саморазвитию путь от той глупости, от которой они теперь зависят. И инженеры воспитывали это в людях, прилетали к ним, чтобы они признали этот факт и принесли себя в жертву своим создателям ради очередной попытки порождения нового витка неведомой цивилизации. Конечно же, эта версия очень спорная. Здесь остается многое недосказанного. Мы еще будем говорить о вселенной чужого и о космических инженеров. Потому что, как мне кажется, Ридли Скотт, как я уже сказал в начале, подошел практически вплотную к разгадке тайны происхождения человечества на Земле. Возможно, он обладает некими тайными знаниями. В любом случае, вопросов пока больше, чем ответов. И если вы не согласны с этой версией, и у вас есть конкретные дополнения, пожалуйста, напишите в комментарии. Если вам понравился этот материал, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, ударьте в колокол, чтобы вовремя получать все оповещения. А также, пожалуйста, прошу вас, подписывайтесь и на Телеграм. Так вы точно будете в курсе всех обновлений о новых роликах и стримах на канале. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok